Тротуары около Молодежной 8 и Комсомольской 2 давно стали непригодными, ведь здесь и пешком пройти сложно, не то что с коляской или велосипедом. Хотя именно здесь количество маленьких пешеходов достаточно высокое, ведь во дворе находится детский сад и ежедневно родители ведут своих малышей именно по этим дорожкам. Для решения проблемы жители города не раз обращались в администрацию через систему инцидент-менеджмента лично, так как плачевное состояние тротуаров не только портило внешний вид, но и угрожало жизни и здоровью покачевцев. Я как-то шла по тротуару и ехал ребенок маленький на велосипеде, на двухколесном, и он попал в яму, рядом ехала машина, и я испугалась за него, что он сейчас в этой яме просто попадет под машину. Вот, поэтому там тротуар такой, что не только каблуки ломаются, но что и дети в опасности еще. Был небезопасен, я сам в этом месте падал зимой и ногу подворачивал. В администрации города понимали о необходимости срочного ремонта, однако средств в бюджете на капитальное обновление этой территории в текущем году не заложено. Поэтому принято решение о частичном восстановлении дорожек без затрат из местной казны. Городские службы, организации, участвующие в этом ремонте, направили своих работников. Получился такой дружный состав бригады со всех направлений, были присланы помощники и проводятся работы. Одна организация выделила асфальт, другая людей, третья технику. Участие принимают многие организации города. Их объединяет желание сделать тротуары около Молодежной 8 и Комсомольской 2 безопасными для всех пешеходов. Однако такой текущий ремонт не отменяет капитального обновления. Ремонт там запланирован, как и на многих объектах нашего города, будет выполнен совместно с синхронизацией работ по замене сетей канализации на данном доме. Работы обязательно в капитальном виде будут выполнены. Еще раз напомню, совместно с ремонтом канализационных сетей предварительно работа запланирована на 2025 год в случае выделения окружных средств. Именно тогда придомовые территории преобразятся до неузнаваемости. В будущем эту территорию ждет масштабная реконструкция. Во время капитального обновления планируется заменить не только асфальтовое покрытие, но и расширить тротуары и увеличить парковку. Алена Валей и Дмитрий Огородников. Наши города.